Костыли в играх повсюду. Большие, маленькие, заметные такие, которые ты не увидишь, как не старайся. Вот этот отрывки мы смотрели вот с этими отрывками, но они как будто из другого ролика. Зачем они нужны? Чтобы сделать игры лучше для игроков, или чтобы облегчить производство для разработчиков. Я уже не один выпуск про них рассказывал. А, но вот только что мы смотрели про это. Предыдущие видео можете оценить по подсказке в углу экрана. Так, всё, без лишних слов. На экране костыли разработчиков у вас в руках банка еды. С вами был Джать, и мы начинаем. Шестой игрок. League of Legends. Моба, которая в 25 сотен раз лучше Доты 2, что есть неоспоримый факт, неустанно сидит в топах трансляций на Твиче. В основном благодаря крупным турнирам, которые приковывают к себе сотни тысяч людей со всего мира. Их приятно смотреть, там всё дорого-богато, и в технической части огрехов на трансляциях довольно мало. Но так было не всегда. Пару лет от Лига Легенд страдала болезнями роста. Когда аудитория Лиги начала стремительно расти, начали проводиться и первые турниры. Но сама игра была к этому не готова. В ней не было даже функций спектратора, чтобы удобно наблюдать за матчами. Поэтому частенько приходилось выводить для показа экрана игроков. А там нередки моменты, когда либо кадр некрасивый, либо вообще показывается фиг пойми что. Тогда в Riot Games решили пойти на костыль, который очень забавно вскрылся. На ранних трансляциях начали вводить невидимого шестого игрока, который стоял на базе с полностью открытой картой. Это позволило более качественно проводить трансляции. Казалось бы, проблема решена вот таким вот лёгким способом. Открывайте шампанское! Но ведь игра воспринимает шестого персонажа как игрока. И поэтому никаких поблажек ему не делает. Из-за этого ульта персонажа Картуса, бьющая как ульта Зевса из доты по всем вражеским чемпионам, нередко убивала и невидимого игрока, и это вводило всех зрителей в ступор. Вроде бы замес идёт, никто не умер, но при этом серый экран. Когда Riot объяснялись перед зрителями и вскрыли свой костыль, никто не воспринял это как серьёзную ошибку, наоборот. Некоторые начали проявлять симпатию к невидимому шестому персонажу. Но фишка League of Legends шест... Была вот ссылка! Шестой игрок не стал. Чуть позже Riot сделала нормальную систему для транслирования игр, и невидимый шестой персонаж перешёл в разряд мифов и легенд. Максимальная успеха... Прикольно, кстати говоря, хорошее решение. Ускорение. Crash Bandicoot. Помните же тот случай, когда игроки обнаружили в Lada Racing Club мусорные файлы, которые занимали большую часть игры? Так вот, оказывается, это не первый подобный случай. Правда, если в Lada Racing Club мусорный файл добавили, чтобы всунуть больше дисков в коробку, увеличивая стоимость игры, то более адекватные разработчики используют мусор во благо. На CD-диске Crash Bandicoot в своё время был найден файлик, который просто генерил огромное количество цифр, никак не относился к игре и занимал больше половины объёма диска. Когда это информация всплыла на поверхность, разработчики объяснили это так. Поскольку ранние CD-диски были не слишком быстрыми и скорость считывания оставляла желать лучшего, разработчики намеренно добавляли мусорные файлы, которые генерили пустые цифры и занимали центральное место на диске, а рабочие файлы из-за этого смещались к краям, где скорость считывания была выше. Такая небольшая хитрость помогала ускорить загрузку уровней... Ого! Блин, вот это реально круто! То есть вот это реально круто! ...в игре. А учитывая, что даже с такими костылями игры на PS1 славились своими бесконечными загрузочными экранами, то такой подход более чем оправдан. Без этого мусора мы могли бы ждать загрузку игры намного дольше. Этот костыль, конечно, отпал, когда диски начали совершенствоваться, но на Blu-ray дисках с PS3 умельцы до сих пор находят игры с непонятными файлами. Хитрость, которую не поняли. Street Fighter 2. Как и во многих играх, в Street Fighter 2 был трюк с ХП. Когда персонаж игрока получил много урона, его здоровье опускалось до критических отметок, его показатели изменялись. У какого-то персонажа увеличивался рейндж-атак, у кого-то удары наносили больше урона, а у кого-то становилось больше ХП, чем у остальных. Это помогало дать проигрывающему игроку небольшой шанс на очень эмоциональную победу. Вроде как на последнем издыхании. Но, как мы знаем, многие игроки, увидев, что здоровья мало, падают духом и редко борются за свою жизнь, ожидая нового раунда, чтобы отомстить. Поэтому разработчики решили намекнуть игрокам, что в их игре есть небольшая хитрость, которая может помочь при проигрыше. И размещали на экране Continuum на фразы вроде «Борись до конца, никогда не сдавайся» или «О, я думал, ты будешь сильнее». Что думали и... Да охуенная подсказка просто. Дракист совсем не звучит, как клишированные фразы персонажа. ...завидев эти надписи. Правильно, считали, что это обычное подбадривание или издевки разработчиков, за которыми ничего не стоит. Видимо, кому-то нужно научиться давать более ясные советы. Фальшивый... Блять, ну это очень странное решение. Просто очень странное решение. Паузер. Марио. Марио создавался в каком-то хаосе. Под конец разработки, из-за оставшейся неиспользованной памяти картриджа, разработчики решили добавить первый уровень, который стал обучающим. И из-за того, что обучающий уровень занял почти всю оставшуюся память, разработчики не смогли добавить прорисованного стартового врага. Поэтому им пришлось нарисовать максимально миним... Ну чего еще? ...малистичного гумбу и зеркалить его, чтобы он имитировал анимацию. Понятное дело, что сталкиваясь с такими проблемами, разработчики могли не заметить небольших огрехов. Например, почти перед выходом игры, разработчики увидели, что если убивать Боузера огнем, то он после смерти не исчезает, а превращается в рандомного противника с уровня и падает в лаву. Все потому, что смерть Боузера в ходе прописали, а вот спрайт для этого действия еще не нарисовали. Поэтому игра, чтобы показать смерть Боузера, брала случайный спрайт у противников с уровня, что, конечно, могло вызывать вопрос у игроков. Но Сигеру Миемото решил сделать из программной ошибки сюжетный косты. По его словам, с помощью темной магии некоторых прислужников Боузера... Это так делают... Так делают лор Вова. Слушайте внимательно. Вопрос у игроков. Но Сигеру Миемото решил сделать... Так делают лор Вова, блядь. И делают вид, что это все было запланировано тысяча лет назад. Это все, блядь, все нормально. Из программной ошибки сюжет... Просто мы нахуярли, что-то там дохуя. Ну и в общем... В общем, вот она... Она на самом деле служит вот тому. И... Ну вот поэтому она делала многие неадекватные вещи. И... Вот. И эта гигантская черепаха... Она... Ну и там, в общем, легендарное оружие. Бля, я не знаю. Но это, конечно, утрировано все. Понятное дело, что сюжет аддона прописывается заранее, а не крепается в процессе его выпуска, да? И расширение по патчам, но вы поняли прикол. ...костынь. По его словам, с помощью темной магии некоторых прислужников Боузера превратили в его копию и расставили по разным замкам, чтобы он мешал Марио. Это также объясняло, почему мы, убивая Боузера, встречали его вновь и вновь. Что ж, это действительно довольно лаконично обыгранная ошибка, которая в конечном итоге стала фишкой серии игр про Марио. Геноцид кроликов. World of Warcraft. Миллионы людей потратили... Близзы отредконили лор двухлетней давности на днях. Что значит отредконили? ...миллиарды часов в World of Warcraft. Некоторые просто фармились, кто-то пвпшился, а кому-то нравилось исключительно проходить квесты и следить за сюжетом. Но всех их объединяло одно. Каждый игрок, особенно те, кто выполнял квесты, так или иначе убил не меньше тысячи кроликов. Дело в том, что многие квесты в игре предполагают общение с NPC, после которого задание будет выполнено. Только вот у Близзы... Изменили задним числом? Это шутка какая-то или что? Я не понимаю просто. Изменили? И так из аддона в аддон? А, они просто два года назад придумали эту хуйню и просто выпустили её новым числом или что? Из арт-редактора квестов не было задания поговорить с персонажем, а это значит, что физически таких заданий не должно существовать. Но студия выкрутилась довольно брутальным способом. Каждому NPC, который выдавал задание, был привязан невидимый кролик с порядковым номером. И когда вы шли сдавать квесты, в дневнике у вас было записано «Поговори с персонажем», игра переводила эту надпись для себя как «Убей кролика под номером таким-то». И когда вы приходили к персонажу, тот доставал нужного кролика и незаметно для вас убивал его. И всё для того, чтобы вы смогли выполнить какое-то бессмысленное поручение. Жестоко. Очень жестоко. А потом выяснилось, что вообще многое в игре работает на кроликах. Например, некоторые рейдовые боссы перед началом атаки кидают на вас невидимого кролика, которого потом они и атакуют, но урон получаете вы. Да и многие заклинания, которые... Наоборот, придумали сейчас и изменили факты, произошедшие в прошлом. А-а-а, блядь, так? Типа, у них есть лор, они высирают полное дерьмо, из-за несостыковок они берут, переделывают там всю эту хуйню, типа, и всё становится складненько. Вот так? Ребят, если это так реально происходит, это лишний раз доказывает, что Близзы просто высирают хуйню ебаную, блядь, и потом сами пытаются всё это подстроить под свой высер. А-а-а... Которые используете вы или ваши враги, тоже состоят из кроликов. Например, лазерная турель стреляет лучом прямо из кролика. Да мать разрабов ебали сейчас, опиздят, опиздят, что делали это ещё два года назад. А ты как думал, что какая-то шлюха нагнёт короля ебать лича? Ну, просто, значит, мне на каком-то подсознательном уровне неспроста всё это кажется какой-то хуетой, да? То есть, мне неспроста, да, на каком-то вот интуитивном уровне всё, что я вижу и всё развитие сюжета кажется какой-то хуетой. То есть, видимо, есть в этом какой-то здравый, да? Здравый смысл. Ну, понятно, ясно, значит, неспроста. Окей. Кролика, который находится вместо прицела. У разработчиков даже есть список невидимых кроликов, которые задействованы в игре. У некоторых есть даже свои имена. И да, на самом деле невидимые существа и объекты не новость для игровой индустрии. И особенно для ММО. Например, популярный мод для Fallout 4, обновляющий радиостанции в игре, на самом деле используют невидимых кошек, которые летают за персонажем немного позади и работают как приёмник, чтобы радиостанция, которую в данный момент не слушает игрок, всё равно крутила песни. А в The Lord of the Rings Online лошадь – это на самом деле две невидимые пары штанов, которые надевают персонаж, чтобы корректно отображаться в качестве седака. Что за экраном? Блядь, вот с Lord of the Rings Online это очень смешная ситуация, блядь, про пару штанов. Half-Life 2. Сиди-17, как вы знаете, лучший город в мире и там всем рады. По крайней мере, так мы узнаём из видеообращения Уоли Сабрина, которые встречают нас с самого начала, как только мы выходим из поезда. Вот мы когда проматывали и смотрели, и смотрели, смотрели мы этот ролик, мы видели, как он сидит на сортире в какой-то комнате. Экран и трансляция не вызывают особых подозрений. Кажется, что разработчики просто добавили на экран скрипт или видеофайлы показывают игрокам. Даже если залететь за экран, то ничего интересного вы там не увидите. Но на самом деле, всё это обставлено чуть сложнее. На первом уровне, если пройти сквозь стены с помощью читов, во-первых, можно увидеть локации иступительного ролика с Джименом, а во-вторых, секретную комнатку, где верхняя половинка Уоли Сабрина стримит на экраны всего города. При этом, когда он не говорит, перед его моделью впритык появляется глушилка. Почему так? Видимо, разработчикам такой метод видеообращений показался наиболее лёгким. И забавный факт. Если убить Брина в этой комнате, трансляции по всему городу закончатся, на экранах будет виднеться лишь часть пиджака. А у половинки Уоллеса после смерти будет, ну, очень грустное выражение лица. Ну, хотя это понятно. Когда его полноценный брат является... Комната с треймером, блядь, блядь. ...ключевой фигурой сюжета, он исполняет лишь роль говорящей головы без ног. И даже эту работу у него отняли. Знаете, я почувствовал себя мудаком буквально за секунду. Кстати, а помните говорящий сундук из прошлого видео? А, вот он. Так вот, Бефезда, видимо, любит подобные штуки. Потому что в Fallout New Vegas есть нечто подобное. Подобным образом все кастомные карты в Halfieca и CS делаются. Я больше скажу, официальные книги, в которых описан лор, теперь точка зрения Титанов. Блядь, подожди. Это шут? Ребят, я просто не прям профессионал лора Вова. Скажите, это правда? Я больше скажу, официальные книги, в которых описан лор, теперь точка зрения Титанов. То есть все же там есть канон, но мы можем его в любой момент изменить, как что это ошибочная точка зрения. Да, ну жрите Сильвану, блядь, с этой хуйней. Говорите, что она всегда была персонажем, нормально, все нормально. Ну, я не знаю, жри... Это, это пиздец. То есть... Бефезда забанил автора интерактивной карты F76 после того, как он сообщил об уязвимости в игре. Бёркет входил в группу датамайнеров, которые помимо карты также занимались созданием различных инструментов для сообщества и время от времени ищут баги и уязвимости, чтобы сообщать о них Бефезду. Как рассказал Бёркет, после того, как датамайнеры сообщили об уязвимости комьюнити-менеджеру Бефезды, их аккаунты, использовавшиеся для её поиска, забанили, не дав никаких объяснений. Причиной послужила не только блокировка аккаунта, но и то, что Бефезда игнорировала его запрос на возврат денег за, как уже выяснилось, проблемную подписку Fallout First, позже ему всё же ответили. Хорош, блядь, хорош. Как вы думаете, что происходит в самом начале и в самом конце игры? Нам просто показывают слайд-шоу? Как бы не так. Помню, как Сильвана стояла на помойке в подгороде, и всем на неё было похуй. Главный персонаж игры, курьер, появляется в комнате полностью парализованной и смотрит на стену, куда транслируется слайд-шоу. При этом рядом с ним стоит человек, который является закадровым голосом, и зачитывает курьеру на ухо вступительный текст. Довольно сюрреалистично не нах... Кажется, доктор в самом начале лечил курьера вовсе не от огнестрела, а поправлял ему мозги. Хотя иногда он только усугубляет положение. Нехватка памяти. Многие игры. На самом деле, многие любимые нами персонажи получились именно такими, потому что раньше в играх был ограниченный объём памяти, и разработчикам приходилось идти на разные ухищрения, чтобы сделать персонажа запоминающимся. Или на ходу придумывать какие-то особенности персонажа, которые потом нужно было ещё как-то объяснить. Например, способность саму Саран из Метроид превращаться в шар появилась как раз потому, что не хватало памяти на анимацию ползания. А может быть, просто разработчики ленились. Усатый водопроводчик тоже получился именно таким, какой он есть, только потому, что был призван экономить память. Кепку он носил, чтобы разработчикам не нужно было прорисовывать волосы. Усы, чтобы разделить лицо на две логичные половины. А комбинезон, чтобы игроки могли различить руки и торс. Розовый всеядный пузырь Кирби вообще должен был быть другим персонажем по дизайну. Но разработчик для тестирования игры создал простую модель круга, которая не ела ресурсы. И так к ней прикипел со временем, что просто пририсовал к ней мордочку, руки и ноги. И получился Кирби. Правда, сначала он был белый, но потом цвет было решено поменять на розовый. Рейман оказался без колен и локтей, потому что Мишель и Анселю было сложно рендерить их анимации. И он просто... Бесполезный спойлер. Когда до конца прошел сюжетку, я топил за Сильвану до конца. И ловил предателей кораллах. Но в конце она приводит тебя в локации солнечного колодца и перед уходом в портал говорит, что ты поступил правильно. Ты вскоре все поймешь. И что ей поебать на Орду, Альянс и прочий мусор. Так что скоро мы все поймем. Просто психанул и удалил их из игры. Зато это подвело Мишеля к мысли использовать необычный дизайн Реймона. И добавить удары летающим кулаком и прочие характерные реймоновские штуки. И даже Crash Bandicoot из одноименной серии игр не похож на Bandicoot реального все по тем же причинам. Первая PlayStation, несмотря на всю свою технику... HBO выпустила картонную коробку The HBO Box, в которой можно закрыться, чтобы смотреть сериал в одиночестве. Это черная картонная коробка с логотипом компании. Дверцы, отверстиями для вентиляции и прорезями для ног. По задумке ее владелец будет полностью отделен от внешнего мира, а само приспособление в шутку называют последним словом в технологиях картона. Кажется, мы знаем, где они подсмотрели эту идею. Технологичность тоже была ограничена. Именно поэтому Crash убрали шею, чтобы сократить количество полигонов, сделали большую голову, чтобы эмоции считались даже с небольших экранов, и полностью убрали хвост, чтобы приставка не тратила ресурсы на его обработку. А цвет Crash был выбран по науке. Разработчики проанализировали цвета всех популярных персонажей из игр того времени, потом посмотрели самые доступные цвета на разных моделях телевизоров, а потом посмотрели, какой цвет будет наиболее выгодно выделяться на фоне самой игры. Вот так и получился знакомый нам оранжевый бандикут. Дайте свиньям пострелять. BlizzKrieg 2 Вообще, если брать нашу индустрию, то самые забавные баги и костыли получились почему-то Я волос достал из-за рта кто-нибудь... ...уневался их BlizzKriegом. Например, отряд спецназа с прокачкой получил возможность маскироваться под врагов. Брали чужую форму и спокойно разгуливали по вражеской территории, передавая разведданные игроков. Но оказывается, что спецназовцы были настолько профессиональны, что могли замаскироваться вообще под кого угодно. Например, под животных. На войне ведь все средства хороши. Учитывая, что разных бойцов из отряда можно было переодеть в... Лобковый, да, ребят. ...разную форму, можно было собрать импровизированный отряд бременских музыкантов из коровы, свиньи и собаки и маршировать под носом ошеломленных врагов. А немецкая ракета V2 была сделана по модели самолета. Только разработчики не учли, что ракета переняла не только модель полета, но и особенности поведения самолета. Поэтому, если ракету запускали в дождь, V2, как в анекдоте, сообщала, что погода нелетная, разворачивалась и падала на родную базу. А самый забавный баг, как по мне, произошел со свиньями. Эти животные были нейтральны к войне и являлись просто живыми декорациями. Но после обновления, свиньи почему-то начали крашить игру. Разработчики, не понимая в чем дело, проверили свиней и узнали, что теперь они устали играть в пацифизм и принимали сторону одной из воюющих сторон. И как только свинка замечала противника, она рвалась в бой за хлев за выводок и доставала оружие, которого, естественно, не было. От такого развития событий свинья начинала недоумевать и вызывала ошибку у всей игры. Полностью уверенная, что в игре что-то не так, раз у нее нет оружия. Разработчики долго думали, как решить эту проблему, но так и не поняли. Поэтому просто выдали каждой свинье по пистолету люгер без патронов. Теперь свиньи доставали пистолет, видели, что в нем нет патронов, говорили что-то в духе «на этот раз тебе повезло» и продолжали свое мирное существование в условиях войны. Спасибо, что играли. Винкомандер. Ну и в завершении расскажу про один древний небольшой костыль из Винкомандер. Игра на удивление работала прекрасно. Разработчики укладывались в сроки, только вот почти в самом конце разработки появилась маленькая, но очень обидная ошибка. Каждый раз, когда игрок выходил из игры, на экране всплывала надпись «Ошибка менеджера памяти». Эта ошибка никак не влияла на саму игру, она просто появлялась при выходе. Понять в чем причина разработчики не могли. Разбирать уже рабочую игру желания не было, ведь могли поломать что-то поважнее. Но надпись начинала мозолить глаза. Поэтому один разработчик решил не решать проблему, а скрыть ее. Он написал простенький код, который менял буквы в надписи. И теперь игроки вместо сообщения об ошибке видели «Спасибо, что играли в Винкомандер». Мелочь, но приятно. А я скажу «Спасибо, что смотрели». Нормально. Нормально. Очень даже годный костыль.